Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули у нас сегодня с вами Мукбанг! Как я вам говорила в предыдущем видео, у меня в последнее время очень такое, знаете, невероятное вдохновение снимать контент. Поэтому сегодня тоже у нас Мукбанг! Я купила скумбрию, она уже была копченая, мне так нравится больше, чем заморачиваются, самой коптить и все дела. Красный лук кольцем вместе с рыбкой получается просто обалденно. Болгарский перец, соус тартар. В последнее время я все кушаю с этим соусом, он мне настолько зашел. И знаете, с чего это началось? Я купила три корочки. И там внутри был уже соус тартар. Господи, что же такое! Сегодня прям все из рук валится. В общем, вместе с тремя корочками сухариками был соус тартар в небольшой такой упаковочке, как обычно бывает в Макдональдсе. И вот после этого я подсела, и мне настолько нравится тартар, я все, что угодно макаю туда. Кто кушает, вам также приятного аппетита! А я уже приступаю сказать, что я очень голодная, если честно, нет. Я такая уже голодная, просто вчера вечером увидела мукбанг одной девушке, именно с селедкой. Вот ночью уснуть не могу. Кушать мы с вами будем аккуратно, потому что в прошлый раз я подавилась косточкой. Поэтому, как я люблю, со скоростью света кушать мы не будем. Несколько дней не было твиксика дома. Ну, как несколько. Когда я приехала из деревни, маму твиксика я оставила в деревне. И вы знаете, к домашним животным настолько ты прикипаешь. Это просто член семьи. Настолько скучно без него. А время так быстро летит. Вроде бы, казалось, недавно его приютило. А скоро 4 года будет. В общем, брат приезжал из деревни. Расспросил меня. Говорит, что тебе привезти. Ну, он, естественно, имел в виду там фрукты, ягоды. Сейчас же как раз там сезон. Я говорю, слушай, привези мне моего дурачка. Вы не переживайте, когда мы ехали. Я ему приличные корма с собой взяла. Ну, все остальное, все, что ему нужно. Вообще, корм я заказала с Тренд Йол. Огромная просто упаковка. И ему этого корма хватит на полгода. Это как раз таки тот бренд, который прописал ему врач, когда у него были проблемы со здоровьем. Просто я взяла селиум для котят. Позавчера вечером читаю комментарии. Кстати, в последнее время, признаюсь вам честно, делаю это предельно редко. И у меня в аналитике отображаются не только те комментарии, которые, например, под последним видео. У меня на канале 1800 видео. И вот в аналитике я вижу все комментарии. Под старым одним из мукбангов девушка мне пишет комментарий. Сейчас у меня руки жирные. Насловно читать не буду. Суть комментария заключалась в том, что типа я так хвалю свою жизнь, все так прекрасно, всегда нахваливаю блогер, мотивирую других. А почему же ты никогда не рассказываешь про минусы блогинга? Хочешь сказать, что их нет? И вы знаете, я не могу сказать, что я показываю какую-то свою лакшери жизнь. У меня нет супер дорогих каких-то сумок там. Не знаю, я не отдыхаю на последних курортах, мне кажется, самая обычная обыденная жизнь. Если я вам буду рассказывать про минусы блогинга, очень многие люди, прям сто процентов вам говорю, поймут действительно меня неправильно. то есть им покажется, что я в какой-то степени боюсь конкуренции, именно поэтому отговариваю людей заниматься тем же самым, чем занимаюсь я. Если честно, я никогда конкуренции не боялась. Мне кажется, в каждой нише у каждого человека есть свое место. Если выбирать сферу, где вообще нету конкуренции, значит, эта сфера не особо востребована. То есть здоровая конкуренция это всегда хорошо. я решила в этом видео немножко рассказать вам про минусы, которые я вижу в блогинге. Понятное дело, я не миллионник, у меня не такая большая аудитория. Но все равно я могу анализировать, видеть ситуацию у других и делать какие-либо выводы, так скажем. Я считаю, что самый главный минус это то, что в большинстве случаев вот эта минимая популярность она временна. Да, конечно, есть единичные случаи, когда человек на протяжении всей своей жизни был на хайпе, всегда был актуален, всегда его видео смотрели, но в большинстве случаев, если брать статистику, просто вспомните блогеров, которых мы смотрели, когда мы учились, например, в школе. Все они так или иначе куда-то делись. и возможно вы подумаете, что они просто перегорели, но на самом деле очень тяжело видеть, как падает твой канал. ты снимаешь контент, зарабатываешь деньги, и ты думаешь, что это будет всегда. Все думают так. Они думают, что они смогут сохранить эту популярность на протяжении очень долгого времени и на протяжении всей своей жизни. Вот, например, Егор Крит. Вот 10 лет назад он был так же популярен, сейчас он так же популярен. и я уверена, что лет через 10 он опять же будет на волне хайпа. Такие варианты тоже, естественно, есть. Но если брать в общем-то, например, Эл Джей, не знаю, там, года 3-4 назад был безумно популярен. Где он сейчас, когда вы последний раз слышали его трек? Ну и так далее. Чем выше ты поднимаешься, тем сложнее и больнее падать. И человек, который увидел, как легко зарабатываются деньги, ему уже сложно идти на обычную работу и работать как среднестатистический человек. Плюс еще вот эта медийность, эта узнаваемость. Люди тебя будут узнавать и говорить, а, вот, докатился. например, Моргенштерн. Возможно, вы подумаете, что это все из-за его высказываний и так далее. Нет. Просто у каждого человека весь пик популярности. особенно если я там популярность и деньги уронила хвостик. Твик сюда. Но тут снизу тоже столик. На столик упал, не переживайте. В общем, если ребенок сталкивается с этим совсем в период созревания и не осознает вообще, что происходит, это еще больнее. Я, когда была мелкая, были настолько популярны ранетки. Я не знаю, вы помните эту группу или нет. Олды вспомнят. Вы знаете, в какой-то миг просто раз и они перестали быть популярными. А когда ты делаешь карьеру в другой сфере, например, ты хороший хирург, ты хороший стоматолог, у тебя какой-то бизнес. Это как бы долгосрочная перспектива. Следующий минус это узнаваемость. И вы, наверное, сейчас подумаете, что за бред? Это же плюс, это же так классно. Как вы знаете, я начала вести азербайджанский канал. Я просто представить не могла, что меня настолько часто будут узнавать, особенно, когда я одна. Когда я иду с кем-то. Люди по большей степени стесняются как-то подойти. когда ты одна. Очень часто подходит. Это еще связано с тем, что я живу в стране, в которой население всего 10 миллионов. если здесь брать, например, миллион подписчиков, ты просто не выйдешь на улицу. Точнее, ты выйдешь просто каждый десятый, тебя будет узнавать. Даже нет, не каждый десятый, каждый третий тебя будет узнавать, но каждый десятый на тебя подписан и знает тебя лично. Я вот уже путаюсь, рассказывала ли я эту историю или нет, рассказывала я там или здесь. В общем, была ситуация, когда маленькая девочка в ресторане не давала мне покушать. Но это ладно, мелочи. Однажды я сидела с подругой и рассказывала ей очень личные моменты. в ресторане столики были расположены безумно близко друг к другу и в какой-то момент я начала замечать, что за соседним столиком сидят две девочки и они вообще ничего не обсуждают. это оказались мои подписчицы. Еще один минус, который я лично замечаю. твои знакомые, именно знакомые, которые никогда не были твоими друзьями, начинают рассказывать какие-то небылицы про тебя. Я вообще человек, который никогда в жизни ни у кого из своих знакомых никогда не брала одежду. Я вам рассказывала например, мне нечего одеть, лучше я пойду в старом или просто не пойду, чем возьму у кого-то. Не потому, что мне мама говорила, что так надо. Просто я в жизни придерживаюсь этой точки зрения. И вот недавно, где-то полгода назад я услышала о том, что моя одна знакомая, именно знакомая, мы учились не на одном курсе, а поток. До этого была такая ситуация, что другая знакомая просто говорила, что мы общались, хотя мы не общались. а это говорит, что типа я у нее брала одежду носить, когда училась в универе. то есть любой человек может сказать про тебя все, что угодно, не только в интернете, а просто в обычной жизни. Какой-то парень может сказать, а я с ней встречался. это окей, если такое было. Но если такого не было, просто человек хочет как-то выпиндриться, это очень обидно. Следующий момент. Например, какая-то девушка, подписчица, знакомая, родственница, резко хочет с тобой общаться, дружить и так далее. Ты думаешь, вау, как классно. И потом оказывается, что ей нужно продвижение своего магазина, своего спортзала, пропиарить себя, что он тоже хочет стать блогером. И ты понимаешь, что человек начал с тобой дружить просто потому, что ему хочется продвинуться в этой сфере. То есть ты как человек особо ему неинтересна. Это очень неприятно осознавать. просто когда я думаю, что я не такой большой блогер. а если, например, брать людей, которые имеют огромную популярность. Например, некоторые думают, а почему Селена Гомес одна? Почему она в депрессии? Почему ей плохо? Да, возможно, обычные люди совершенно не поймут ее. Я в какой-то степени, если честно понимаю. Если, например, обычная девушка в Америке может просто зайти на Тиндер и с кем-то познакомиться, когда ты плюс-минус какая-то хоть медийная личность, ты уже это сделать не сможешь. потому потому что ты просто не знаешь, на кого ты нарвешься. Это касается и отношений, это касается и просто людей. Со стороны все всегда кажется намного проще, чем оно есть на самом деле. А мы с вами доели до конца. У меня просто осталось пару огурчиков и лук. Я была не голодная, но мы с вами съели целую рыбку и я так и не дорассказала. конечно каждый человек решает сам. У любой работы, у любой профессии есть свои минусы, есть свои плюсы и так далее. Тогда мне в голове появляется мысль, что через 3-4 года возможно когда-нибудь у меня например будет миллион подписчиков именно в ютубе, потому что в инстаграме инстаграм развивается очень слабо. Так было всегда. Вот в такие моменты я думаю блин, а оно мне надо? Так что как-то так задумайтесь об этом на досуге. Надеюсь, что мое видео для вас было полезным и интересным. Если это было так, обязательно подписывайтесь. Давайте добьем мне 400 тысяч. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.